Я желаю вам действительно признаться за то, что вы являетесь лучшими и лучшими. По-солдатски сдержанный, по-офицерски подтянут. Аркадий Корольков для учеников 37-й школы – живая легенда. У него они учатся героизму, отваге и самоотверженности. Все-таки увидеть героя – это очень захватывающе и интересно, ведь он оставляет многих детей на хорошую учебу и помогает им в этом, поддерживает их. С Аркадием Михайловичем Корольковым мы знакомы уже год назад, он к нам приезжал, проводил с нами беседу, рассказывал, как он заслужил такое почетное звание Героя Российской Федерации. О нем могу отозваться хорошо. Человек порядочный, добрый. Аркадий Михайлович Корольков удостоен звания Героя России за свои воинские заслуги. В январе 2000 года при штурме Грозного на наблюдательном пункте, подверзся атаке, был отрезан от российских войск, был даже окружен противниками, но сумел вызвать огонь своих батарей на себя. Но самое главное – сумел выжить. Участвовал в операции по занятию Аргунского ущелья и в штурме села Комсомольское. Во время Чеченской войны за мужество и героизм Аркадий Корольков награжден медалью «Золотая звезда». Сегодня его имя гордо носит Ангарская школа номер 37. Сам герой признаётся, что по этому поводу испытывает гордость и стремится оправдать оказанное доверие. Учителя и ученики делают всё для того, чтобы быть достойными тех людей, которые сделали всё, чтобы мы жили под мирным небом. Это и те, кто воевал в Великой Отечественной войне во всех вооружённых конфликтах, которые были после Великой Отечественной войны. Поэтому действительно и самому надо быть достойным этих ребят и учителей, которые учатся в школе, потому что нельзя опозорить, потому что они делают всё, и мы также должны делать всё для того, чтобы быть достойным этого звания. «Созвездие успеха» – так назвали праздник, на котором подвели итоги уходящего учебного года. У 37-й школы 62 отличника. Почётные грамоты они получили из рук героя России Аркадия Королькова. Елена Милюет, Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.